Евро в Латвии Итак, если обратиться к социологическим опросам, то большинство жителей Эстонии, почти 60% считают, что введение евро принесло стране пользу. При этом большинство эстонцев признали, что и цены, по их мнению, после присоединения к еврозоне поползли вверх. Что касается латвийцев, то большинство наших жителей боится того же самого, а именно, что с введением евро произойдет существенное подорожание товаров и услуг. Стоит ли этого бояться и виной ли тому евро? Обратимся к советнику министра финансов. В будущем году министерство финансов считает, что инфляция будет не более 2,3%. Несмотря на то, что ожидается, что может быть некоторое удорожание цен в связи с введением евро, но мы ожидаем, что все-таки эти факторы не будут таким образом влиять. То есть цены должны расти в будущем году нормально. Официальный уровень инфляции от перехода на евро в Эстонии вырос незначительно, всего на 0,2%. Если перевести это на латы, то с 10 латов получим удорожание на 2 сантима. Примерно такой же рост инфляции обещают и в Министерстве финансов Латвии. По словам самих эстонцев, в течение некоторого периода, когда в стране ввели евро, но параллельно существовала еще и крона, народ немного путался в ценах. Многие собой в магазин брали калькулятор. Об этом предупреждаем и мы. Будьте внимательны в период одновременного обращения латов и евро. То есть с 1 по 14 января включительно. Многие экономисты считают, что появление евро на уровень цен существенно влиять не должно. Все потому, что и до введения единой европейской валюты Латвия находилась в зоне влияния европейского центробанка и его монетарной политики. Слово эксперту. Единственный фактор, который меняется, так округление цен, которое может быть в пользу потребителя и, так сказать, не в пользу потребителя, но, так сказать, внедрение евро в других странах Евросоюза показывает, что мы можем ожидать инфляцию в результате внедрения евро, в результате этих округлений, не более чем 0,2-0,3 процента. Стоит признать, что полное отсутствие инфляции совсем не повод для хвостовства. Снижение цен, как бы это ни казалось парадоксальным, свидетельствует не о благополучии, а наоборот о спаде экономики, снижении выпуска продукции и росте безработицы. Про евро сегодня это все. Завтра новые советы о тонкости ведения европейской валюты. Будьте готовы к евро. Продолжение следует...